В прямом интернете в эфире программа «Картина дня», точнее уже «Картина ночи», потому что теперь ими ночь, и у нас на прямой видеоскоп-связи Наби Балаев, философ. Наби, добрый вечер. Добрый вечер. В этом формате мы делимся ссылками на события, явления, цитаты из наших социальных сетей, которые заставляют нас задуматься о чем-то. И особенно, я думаю, это присуще философам, но не только им. Давайте мы начнем. И я нашел у вас в фейсбуке, а 21 марта этого года вы написали пост о Международном Дне Поэзии и Гюнтер Грасс и Время. Там у вас несколько стихотворений, написанных, как я понимаю, вами. Должно быть так. Ну, вот первое из стихотворений начинается с слов «Один Гюнтер Грасс борется, сжимая кулаки и прикусывая губки, словно земля еще вертится, и дым выходит из трубки». Вот, словно те же слова еще живы, та же картина еще есть, и люди так же кропотливы, способны трансцендировать честь. Вы знаете, я хотел начать сегодня с понятия «Честь», и вот так получилось, что я это слово нашел у вас в фейсбуке. Поэтому с него и начнем. И с Гюнтера Грасса тоже. Я читал его книгу «Крэпсинган» в переводе «Траектория Краба», да, о том, как Маринеску, советский капитан подвольной лодки, потопил немецкий транспорт, в котором погибло, по-моему, около 9 тысяч мирных жителей, которые спасались бегством немецких. В Советском Союзе он был герой, он обладал честью, для немцев, понятно, это совершенно как бы другое явление. Теперь возвращаясь к другому автору, Эльфреду Коху, который пишет на днях, интересно, а для сегодняшних работников спецслужб понятие офицерской чести – это пустой звук? Или они живут по принципу членов СС – «Моя честь называется верность». ССовцы считали, что верность Рейху и Фюреру – это индулигенция, позволяющая им не париться насчет моральности их действий. Гиммлер так и напутствовал. Мы вам доверили самую грязную работу. Мы не сомневаемся, что ваша честь называется верность. Я считаю, что отсутствие чести – это может быть самое потрясающее, самый яркий признак нашего времени, который мы сегодня переживаем. Так ли это видят философы, или они видят и по-другому? Видите ли, относительно воинской чести, или чести воинов, надо спросить у самих воинов, как они это понимают? Если он воспринимает свою борьбу… Кох спрашивал о чести членов нашей группировки, которая нами правит, хунты, путинских друзей, спецслужб и так далее. Видите, действительно, у человека есть честь. Это явление не относится ни к либералам, ни к консерваторам. Это явление онтологическое, нечто неделимое, которое нас как раз образует и позволяет в любых ситуациях, в которых распадается наше сознание, наша целостность, держаться. От чего держаться? Держаться от чести. Или быть частью того большого, с которым мы все состоим, да? Честью человечества или честью человечества. Такой частным случаем общности, да? В этом смысле, я полагаю, что надо задуматься и либералам, и консерваторам, те, которые представляют, например, русский мир, да? Какой мир совпадает с этим всеобщим, этой всеобщностью чести, да? Какой мир они оттворяют и лично представляют каждый конкретный данный момент времени. Да? По отношению, как к своей семье, своему народу, своей стране. Да? Да? Из этого конституруют, собственно, гражданское... Гражданское призвание. И поэтому надо себе отдавать отчет в том, что о чести можно рассуждать только на языке определенных понятий. Определенных... Определенных и понятых, пережитых, да? Или явленных оснований. А если они лично это не виситворяют и понимают, скажем, как честь либерала или честь консерватора, да? Возможно, они представляют... Возможно, они представляют такую саморощенную форму этой чести. Поэтому им сам нужно разобраться в этом. А философы, думаю, что честь, что держит нас, как людей, определенных во времени, это то, что относится ко всем... и ко всем людям, и ко всем временам. Поэтому... Я думаю, что... Вот Гонти Аблас, чем интересен в этом плане? Он понимал, понимает и говорит на этом языке, да? Описывает на этом языке. И в этом со словом, мне кажется, в отличие от сторонников и противников... Он мне кажется таким, как Вы знаете, представителем такого понимания чести, собеседником именно тех людей, таких людей, да? Вы сейчас имеете в виду Гюнтера Грасса? Да. И таким основанием и людях... Он пережил очень трудные годы последние в Германии. Когда обнаружилось, что он служил в СС в молодости, когда ему было 18 лет, очень многие от него отвернулись в Германии. И он специально, как бы, видимо, пошел на это, да, чтобы пережить еще раз, может быть, что-то такое, да. И в открытую задумывался об этом, и говорил об этом, и писал об этом. Сейчас, по-моему, все поутихло. Он уже очень старый человек. Художник делает честь, не что думают другие о нем, а то, что он сам думает и способен подумать над тем, что думается. И в этом думе раскрывается его образ, и с чем он соотносится, да. И в этом зеркале различает, что с ним произошло. И даже если он служил в СС, все мы служили в каком-то смысле, неважно, как и чем он называется. Если мы не допонимаем ни оснований, ни начал, ни концы своих действий, в каком-то смысле мы все служим непонятно чему. Ну, как-то называется это в каждом конкретном случае. Но художник в том случае понимает эту беду, и пытается это понимать, описать это, как опыт завораживающих тогда и сейчас. как некое затмение, затмение, которое фактически охватывает послекантиянскую Европу. И внутри этого затмения попытка проснуться сама по себе похвально, и заговорить в понятиях того времени, которое задает, предопределяет типологию нашего мышления сегодня. Если мы, конечно, понимаем, да? А когда это не удается делать, тогда будет называться честным нечто другое, честным будет нечто другие люди считать себя таковыми. А скажите, вот, для философа существует только его честь? Вот сейчас я хотел бы уточнить, я спрашивал не про либералов, не консерваторов, я спрашивал, вот, условно, про честь мафии, которая правит определенной, как бы, частью территории, да, по мафиозным законам, и подведомственно ей, вот, народ, которые вынуждены этой чести, в скобочках, подчиняться, да, в которой нет ни закона, ни защиты, есть только защита от мафии. Мафия защищает сама же, и сама же ее гнетает, да. Философ в этом смысле, он, как бы, совершенно отдельный, ему это не колышет, его колышет только его честь, а честь народа его не занимает? Я про это хочу спросить. Вы знаете, честь философа отдельно существует, отдельное особое, то, что философа отдельное существо, это предопределение его назначения, да, или призвание, как философ. А то, что касается чести, она совпадает и с честью народа. Более того, она рождается из чести народа. То есть, из самосознания народа, как самодостойные единицы, да, способны породить какие-то устои, которые задают траекторию рождения поэтов, художников и философов. Вообще, траекторию рождения честных честностей и честных людей, которые, несмотря ни на что, направо и налево, вводимые этим путем, в конце концов, стреляются на дуэли, стреляются пред лицом того, что исчезнет мир Родина, кончаются самоубийством, да. А что касается отклонений, да, тут каждый сам себя спрашивает, и те, кто себя называет народом, и те, которые называют себя мафией, как вы называете, это такие корпоративные, скорее, превращения, да. Но я не отрицаю, что они, эти корпоративные превращения, корпоративно превращенные формы чести, они тоже работают, но они не имеют отношения к историческому явлению, да, чести как некому этическому основанию. А вот теперь перейдем к свободе. Я знаю, философы любят тоже про нее говорить. Вот Федор Коршенинников, это наш политолог из Екатеринбурга, сторонник Навального и так далее, вспоминает на днях в своем фейсбуке Оруэлла и цитату про слово «свободный», Оруэлл писал в романе 84, что слово «свободный» в Новоязи осталось, но оно означало уже совершенно другое. Оно означало там, типа, вот свободные сапоги, туалет свободен, оно не употреблялось значение политически свободное, интеллектуально свободное. Потому что «свобода мысли», «свобода политическая свобода» не существовали как понятия, а следовательно не требовали обозначений. И вот я с этой связи подумал о том, что «свободные СМИ» в путинской России это то же самое, что «свобода в Новоязи Оруэлла». «Свободные СМИ» уже означает совершенно другое. «Свободный человек» в путинской России может быть означает совершенно другое, чем «свободный человек» в Европе или в Америке. «Свободный философ» в России означает другое, чем «свободный философ» в Европе. Или нет? «Свободный философ» в России означает совершенно другое, чем «свободный философ» в свободной стране. «Правда, скажите, от чего свободный?» и так далее. «Для чего свободный?» Но я бы хотел сравнить вот именно политические системы, в которых живется философом, и значение прилагательного «свободный» при авторитаризме или диктатуре. Для философа нигде не существует свободных стран. все стороны – фрагменты. Возможная свобода или невозможных форм свободы. Вот здесь, например, Мамардашвили очень интересен, ведь, для внимательного собеседника и читателя. Мамардашвили жил в самой свободной атмосфере. Но когда человек ставит цель быть свободным, он начинает с того, что рассматривает ту форму общества, которое существует, как свою беду. как часть собственной свободы. Да? И из этого, я бы сказал, великодушия, да, рождается горизонт служения. к свободе, которая, да, обрамляет, я бы сказал, людскую несвободу, их нестремление жить собственной жизнью, на свойствах и риск, их не попытку освободить общество и историю от собственных немощей. Как то, не думать, как то, не делать на совесть что-то в жизни, а идти по заданным, сказал так, неведущим храм дорогам. А тут определять, какие дороги ведут к свободе, а какие нет, это вот задача философа. Историка. Да? В этом смысле странным образом мы понимаем сейчас всего не сегодня, а вообще-то на нашем территориальном пространстве свободу определяют, или движение к свободе определяют как некому самозванству. Да? Свобода есть всегда продукт служения к тому, что объединяет тебя с твоим же палачом. И из такого понимания природы свободы возможны иные последствия. Да? И мы поэтому имеем сегодня опыт на Мардашвили, например, да? да? И как гражданина, и как мыслителя, который жил, казалось бы, в этой несвободной стране и был самым свободным человеком. Как его назвали, кстати, представители известной организации. Да? это означает, что не всякие не всякие попытки быть против несут в себя формы, да? и возможности свободы. Они направлены в эту сторону, но свобода должна и может быть торжествовать путем, который указывает сама же свобода. Да? То есть, в этом отношении свободный человек порождает собственные возможности быть свободным. Тогда что же может им помещать? телевизор. Я хочу сказать, что целая нация сейчас не просто не хочет просыпаться, к чему призывал Амардашвили, вот я читаю его лекции, да? о Прусте. Каждую секунду мы должны знать теребить себя, я это испытываю или только мне там это кажется и так далее. Это наоборот нация не хочет ни задуматься о том, что было в прошлом, она хочет снова провалиться в миф, в сон, в прекрасные мифы о империи, и вновь как бы жить не в реальности, а в этом какой-то настройке непонятной, говоря этими коммунистическими терминами. Вот Михаил Эпштейн наш такой интересный, я бы сказал, что он не просто философ, а какой-то такой филолог одновременно, который внимательно за языком следит, пишет, когда корабль империи выпадает в водоворот, не стоит за него цепляться, нужно найти свой маленький бочонок и прицепиться к нему, к искусству, таким, к любимому делу. Философы вводят к философии, она их всю жизнь держит, да, и с бочонком легче остаться живых в этом вороте, который разносит щепы целой цивилизации, государства. вопрос только о том, этот бочонок они уже не так нужны, воритетами, Продолжение следует...